Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте скажем пару слов про недельную главу и выучим отсюда очень-очень важный урок. Итак, еврейский народ находится в пустыне, они ходят там 40 лет, они располагаются вокруг мешкана переносного храма, центра Торы, центра молитвы, центра жертвоприношения. И вот в сердце еврейского народа вокруг этого мешкана переносного храма было 12 колен израилевых. Тора говорит, что последним в самом конце коленом было колено Дана, Шевет-Дан, оно было почти-почти самое многочисленное, 62 тысячи человек, они шли в самом конце. Давайте выучим очень важный урок, говорят наши мудрецы. И для этого давайте вернемся на пару поколений назад. И обратим внимание, что из 12 сыновей Якова у Дана было меньше всего детей. У него был только один сын Хушим, и тот один-единственный был глухим, родился больной ребенок. Давайте обратим внимание, например, на другого сына Якова Беньямина. У него было 10 сыновей. Слава Богу, Беньямину дали 10 мальчиков, огромная семья. И говорят нам наши мудрецы, любой, кто бы видел их идущими по улице в синагогу, сказали бы так, что Беньямин, о, вон идет Беньямин, у него 10 сыновей, какая прекрасная, огромная, красивая семья. Когда через поколения эти 10 сыновей родят еще 10, а внуки родят еще 10, правнуки еще 10 и так далее, и так далее. И любой бы сказал, что колено Беньямина в процессе с годами, конечно, оно будет самое многочисленное. И любой, кто увидел бы Дана, который идет со своим единственным больным сыном, сказал бы, ой, как обидно за Дана. У него один сын, ну, значит, будет самое маленькое колено. Но в нашей недельной главе мы видим совсем другие цифры, с точностью наоборот. У Беньямина, у которого было тогда-то пару поколений назад 10 сыновей, у него 35 тысяч человек, вот число его колено, это тоже, слава Богу, огромное колено. Но у того самого Дана, которого люди, может быть, жалели, когда он шел по улице с одним больным ребенком, у него написано, в Торе было 62 тысячи человек в его колене. В процессе, вот, проходили годы, шли поколения, и его колено стало почти самым большим. И это просто невероятно. И говорят нам наши мудрецы, что мы обязаны на это обратить внимание и подумать об этом. Что когда-то мы жалели Дана и говорили, ну, Всевышний, почему ты дал этому 10 сыновей Беньямину? Мы за него рады, Беньямину, за Беньямина, и давай ему еще 10. Но почему у этого 10, а у Дана только один? Только один, да еще и больной. Всевышний, как же так? Но говорят мудрецы, не нужно такого говорить и спрашивать, не дай Бог. Всевышний знает, что он делает. И если кто-то думает, что у Дана его кто-то обделил, и его кто-то обидел, он очень сильно ошибается, и в этом можно убедиться в нашей недельной главе. Тот, кто жалеет Дана и говорит Всевышний, а почему же, и задает вопросы, посмотри на эту цифру, 62 тысячи человек почти в два раза больше, чем колено Беньямина. Мы не всегда можем увидеть, что хочет Всевышний. И когда ты жалуешься, что вот эта вот семья, она маленькая, и это нечестно, посмотреть через пару поколений и убедись, что семья Дана стала просто огромной. Поэтому, дорогие друзья, не надо делать никогда поспешных выводов. Мы должны всегда благодарить Всевышнего. Он нас создал, он нас любит, он знает, как лучше, и он знает, что математика, она не всегда правильная. И если у одного 10 детей, то через пару поколений не факт, что математически значит у него будет больше детей. А Всевышний захочет, и он через того Дана, который никогда не расстраивался, и благодарил Всевышнего даже за одного больного ребенка. И тот его сын Хушим, он тоже благодарил Всевышнего. Ну хорошо, я один в семье, но он молился, чтобы у него было много детей, много внуков и правнуков, и Всевышний услышал их молитвы, и сделал их огромным-огромным коленом Даном. Итак, дорогие друзья, дай нам Бог правильно смотреть на вещи, и всегда знать, что Всевышний нас ведет, и все всегда к лучшему. Спасибо огромное за внимание. Шава Атов! Субтитры сделал DimaTorzok